За годы независимости страны в Уральском Ледовом дворце подготовили немало звезд спорта. Причем, знаете, что примечательно? Многие из них, после того, как повесили коньки на гвоздь, продолжили работать в качестве тренеров. И уже в стенах, ставшими родными, готовят очередное поколение. Все подробности далее. Жизнь, по сути, цикличная, как вот этот круг подо мной. Это хорошо видно здесь, на примере Ледового дворца. Целый ряд спортсменов сюда пришел с момента основания, в 2002 году. Их уже сейчас, они в качестве тренеров воспитывают собственных учеников. Донабег Хаиров пришел в Ледовый дворец, когда тот только открылся. Это было в теперь уже далеком 2002 году. В следующие 12 лет молодой человек посвятил себя шорт-треку, скоростному катанию по кругу. Впрочем, со льдом Донабег не попрощался, и когда завершил карьеру спортсмена, теперь он тренер. Ровно в том же месте, в котором начинал. Я сейчас в данный момент тренер по шорт-треку, старший тренер Ледового дворца. Тренер высшей категории. У меня сейчас немало воспитанников, которые являются чемпионом из Казахстана и Республики. Призерами Дети Азии, чемпионами Дети Азии, призерами международных соревнований. В данный момент они сейчас тут тренируются и готовятся на предстоящие соревнования, предстоящие нового сезона. Звездных воспитанников в обойме старшего тренера и впрямь немало. Взять, например, Аниту Нагай. Более 11 лет девушка не расстается с коньками и льдом. Как и все коллеги по цеху, мечтают об олимпийских играх и активно готовятся к отбору уже сейчас. За годы карьеры в шорт-треке неоднократно становилась призером международных соревнований и не раз завоевывала звание чемпиона в масштабе Республики. Возвращаясь назад, девушка вспоминает, чем ее изначально привлек этот вид спорта. Привлек меня тем, что тут он очень красивый, экстремальный. Нравится то, что всегда тут игры какие-то. Вот ты едешь, например, у тебя идет борьба между собой, между соперником. Люблю резать лед, люблю сам лед. Когда пришла сюда, увидела, как старшие катаются. Мне прям очень сильно понравилось. Знаете, что самое удивительное? Анита Нагай тоже решила связать карьеру со спортом надолго. Свою деятельность шорт-трекиста она успешно совмещает с должностью тренера. Здесь же, в ледовом дворце. Такая судьба среди тех, кто тренируется сейчас, вполне может быть у каждого. Между тем, в ледовом дворце активно культивируют пять зимних видов. Естественно, шорт-трек один из них. У нас занимаются 650 ребят, из них 130 шорт-трекисты. Представители этого вида спорта немало учатся в школе-интернате для одаренных в спорте детей. Сейчас они активно занимаются и готовятся к предстоящим состязаниям. Между тем, как объект, ледовый дворец является не просто примером стабильности, а даже скорее роста. За годы независимости страны в нем изменилось многое. Особенно повлияли последние два года. В 2019-м спорт-объект отдали в доверительное управление на пять лет и пошли изменения. Некоторые помещения были переоборудованы в раздевалке, теперь их стало больше. Появились резиновые дорожки на палах. Также была закуплена ледозаливочная машина из Финляндии. Кроме этого, на улице появилась открытая ледовая коробка. Ее установка обошлась управляющему почти в 20 миллионов тенге.